дамы и господа приветствую вас на своем канале вышел патч 1.25 в котором улучшили характеристики американского тяжелого танка йох у него там и всю ветку апнули но мы поговорим конкретно про десятку и так что же у этого танка улучшили улучшили пробитие на скорострельной пушки с альфой 360 специальным снарядом пробития было 315 стала 330 базовым снарядом пробития было 268 стала 274 пробития теперь танку предостаточно на этой пушке что нельзя сказать про другую альтернативную пушку где пробитие очень скромная да там альфа 440 но параметры орудия конечно очень сильно уступают это танчик и раньше катали в основном только на пушке с альфой 360 теперь тем более нужно катать его на этом орудии поскольку разрыв между ними стал еще больше перезарядка у этого орудия было 8,15 стало 7,3 оборудование я использовал досылатель стабилизатор закалку и у меня дпм получился 3810 это можно еще вместо закалки поставить вентиляцию и в инструкциях еще поставить досылатель и дпм будет просто космический также этому танку улучшили максимальную скорость на 10 километров и максималка теперь 50 километров в час вперед так еще и удельную мощность подтянули улучшили двигатель мощность была 750 стала 820 орудия вниз опускалась на 10 градусов теперь на 12 нам доступны очень жесткие рельефы для игры от башни к тому же поменялась еще роль танка это был универсальный танк а стал танк прорыва ну с такой скоростью дпм можно много чего в рандоме прорвать но для этого нужен скилл сейчас объясню почему давайте посмотрим на броню танка и поймем почему я поставил закалку они что-нибудь еще если посмотреть на башню то мы видим что там и лючок пробивается несложно ниже лючка у нас присутствует крыша на которой стоит лючок которая тоже легко пробивается до их высокие эту крышу нелегко выцелить или вообще увидеть да и при том что у башня такая узкая что принципе эту морду хотя бы в целом на горизонте заметить также у нас еще надо орудием есть два пулемете к где немного брони и они пробиваются не так уж сложно поэтому получается что у нас три места уязвимых в башне когда мы играем от рельефа а если из-за рельефа выглядывать повыше то еще будут видны механизмы на которых башня стоит крепление слева и справа под башней тоже легко пробиваются так это еще не все между башней и корпусом есть небольшое круглое место которое тоже пробивается несложно такое огромное количество хоть и маленьких уязвимых зон иногда приводит к тому что вас будут часто пробивать когда вы выглядываете от башни да это конечно зависит скорее от того насколько близко вы к врагу и насколько у них точная пушка давайте посмотрим еще и на броню корпуса видим что самое толстое место это стык влд и нлд но если стрелять в середину влд или в середину нлд то брони там немного поэтому если укрытие у нас нету танчик пробивается легко если мы рам будем пытаемся там что-то бортом танкануть то возле основания башни тоже есть место которое пробивается вот получается что как ни крути танчик как бы ты там не рамбовал бортом или от рельефа играл от башни всегда есть место которое можно пробить да и когда играешь от рельефа в принципе снарядов отлетает от тебя много но не во всех боях иногда так случается что очень часто эти пулеметики на башне пробивают или залетает в лючок от этого можно спасаться тем что поднимаешь пушку вверх и лючок прячется но под башней тоже есть уязвимые зоны поэтому нельзя сказать что это спасение от всего также мне надо залетала рикошетом от влд под башню с уроном поэтому я и поставил сюда закалку чтобы было больше хп и я в каком-то моменте больше разменивался если танчик не танкует и пока я дольше живу я реализовываю свой бешеный дпм который у меня получился 3800 также мобильность танка просто зашкаливает 50 километров в полевой модернизации можно превратить в 54 и при удельной мощности 21 танчик носится просто очень быстро это скорее в меру бронированный огромный средний танк с бешеным дпм и небольшой альфой чтобы такое реализовать явно нужен скилл не маленький поскольку когда играешь какую-нибудь позицион очку и если приходится с врагом размениваться то ни к чему хорошему это не приведет поскольку у нас очень маленькая альфа размениваться выстрел на выстрел нам не выгодно вообще а найти момент в бою чтобы реализовать дпм это нужно еще постараться уследить за ходом боя увидеть на миникарте где кто-то неправильно стоит чтобы поехать его раз дпм но в этом нам поможет скорость чтобы носиться по всей карте и вылавливать тех кто где-то неправильно стоит теперь скажу что мне больше всего не понравилось в танке во первых стабилизация не сказать что хорошая до сведения у танчика получилось чуть меньше двух секунд точность тоже была хорошая 0.3 но вот стабилизация ну такое вблизи не особо бронированные танки расстреливаться легко но как только в позиционке на средней дистанции пытаешься выцеливать у зимы зоны тут иногда возникают проблемы и они умножаются на то что у зимы зон у нашего йоха предостаточно также еще что мне не понравилось до аппа до патч 125 йох ездил намного медленней не так динамично и на первой скорости вперед и назад у него быстро чинилась одна гусеница у йоха есть механика двух гусениц если одна сбита он едет на второй но едет медленней если мы едем быстро то одна гусеница чинится медленно если мы едем на первой скорости она чинится быстро так вот после патч 125 когда мы едем на первой скорости сапнутой максималкой и мощностью мы едем настолько быстро что даже на первой скорости гусеница чинится медленно и как теперь воспользоваться этой гениальной механикой быстрой починкой гусеницы непонятно как можно ехать медленнее первой скорости просто потихоньку тыкая w я не знаю это неудобно и непонятно раньше было очень удобно нажал первую скорость едешь не быстро гусеница быстро починилась поехал дальше быстро что сейчас делать с этим не знаю также нужно помнить что танчик неплохо так ритуется в плане боеукладки но и также двигатель сзади у нас есть который может успешно ломаться и гореть поэтому корму не стоит подставлять ну а что больше всего мне понравилось в танке это очередной апнутый танк у которого высокий потенциал зависящий от скилла если у вас высокий скил вы можете очень сильно реализовать этот танчик по циферкам держать высокую среду уху и статистику с одной стороны это нелегко но с другой стороны это интересно когда танчик позволяет тебе запотеть и получить хороший результат после апа буквально за один день я взял на нем три отметки за последние 15 боев среду х было 5 200 в 4000 конечно на десятке для меня играть несложно но вот в 5000 плюс далеко не всегда получается иногда кажется что это танчик ну такое пока стоишь позиционки тяжело перестреливаешься маленькой альфой но как только враги где-то дают слабину и дают подпустить к себе йоха он подъезжает и просто сбривает все что видно там главное не попадать в перекрестный огонь играть от рельефика или из-под тишка подъезжать и реализовывать свою бешеную пушку невероятная маневренность и скорость нам в этом поможет чтобы носиться по всей карте и выцеплять тех кто где-то там отделился от стада получился великолепный очень сильный имбовый танк но который будет сложно реализовать прошел один день а планка на три отметки на нем почти не выросла было 4 200 стала чё-то там 4 220 может быть конечно один день не показатель но я думал что планка вырастет прям до топовых каких-то значений она почти не сдвинулась может быть танкисты еще присматриваются к этому танку и все только впереди но мне допустим этот танчик очень сильно зашел было нелегко бои были сложные но результат офигенный с вами был варчик карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи и Продолжение следует... Продолжение следует...